Аслан Баймуратов Спасибо Ну и расскажите, как проходили соревнования и ваши впечатления Аслан, ты впервые был на соревнованиях такого уровня? Официально, да Ну официальные соревнования такого уровня, первый раз Официально это участникам? Это которые соревнования находятся в плане единого календарного плана Минспорта России То есть они официально зарегистрированы По итогам этих соревнований можно присвоить какие-то звания и разряды А до этого на чемпионат тоже выезжал? В Казахстан В Казахстан, тоже чемпионат мира Тоже чемпионат мира, но там не получилось Ну расскажи свои впечатления, как удалось справиться с волнением про своих конкурентов Волнение? Ну предавали, наверное, мои соперники Потому что... Заставляли поволноваться? Ну чуть-чуть, да Потому что по пулькам мне первый раз в жизни повезло Что такое по пулькам? По пулькам? Это когда сетка... Боев Сетка боев, да А, это в смысле вот как жеребий, да? Какой-то на кого выпадает? Да, там идет жеребьевка Их было человек 18 в категории Разделили на две подгруппы Развели спортсменов с одной стороны в разные подгруппы Вот в его подгруппе он один из России А в другой подгруппе было два спортсмена из России Вот И в той же подгруппе как раз был вот конкурент самый сильный С которым он встретился в финале этой карьеры в Японии Который одержал победу Да, который в итоге победил Вот Ну у него по сетке боев пять поединков должно было состояться Ну они как бы состоялись Ну то есть повезло ты говоришь А почему повезло? Соперники попались не с самого начала, а самые серьезные? Ну можно так сказать Потому что в основном все включали внимание на японцев Вот Все боялись там вот первый бой с японцем Все пиши пропало Ну да А почему японцы? Ну дело в том, что Япония она страна, которая родоначальник Квида Кёкусин И считается в мире, что представители именно из Японии Самые такие мастера Да, да Но надо сказать, что сейчас тенденция уже давно не такая Потому что самые сильные все-таки это спортсмены из России Даже взять, например, первенство России Уровень намного выше и сильнее Чем вот на соревнованиях первенства Европы, мира Потому что очень сильные соперники Это именно наши, наши российские спортсмены Очень тяжело отобраться на другие повыше вот эти вот соревнования рангом Потому что надо пройти этот этап первенства России Занять там какое-то место, чтобы войти в состав сборной Это очень тяжело и работа такая очень сильная Как бы для спортсменов очень тяжелая работа Для тренера тоже Что отличает, может быть, японцев от как раз-таки русских? Ну это Аслан расскажет сейчас Есть какие-то вот разницы? Японцы, ну у них центр Если смотреть на физиологию У них центр ниже И они по рисунку техничнее и красивее выглядят, чем русские Если русские, например, они духоватые и валивают каждый удар Вот весь свой дух, но сильно бьют То японцы, они в основном работают на картинку Они хитрее? Ну, можно так сказать Или они, получается, думают, как это выглядит со стороны? Да А русские, они более результативны Они бьют, чтобы был результат Да, у них очень, как бы, каждый удар переносит урон сопернику У наших, у ребят Действительно, японцы, они работают больше на красоту На картинку И у судьи складывается впечатление Что когда они видят реальный бой Они складывают все эти пазлы И видят, что вот Вроде как бы много ударов наносят Очень часто смещения переходят Вот эти вот уровни, вот эти все Бывает, что судейство подводит И реальный, как бы, результат То, что человек работает на ущерб То, что составляет основное нашего вида кёкусинка Это причинение максимального урона противнику И вот эту красоту И обычно как-то вот При равных таких вот поединках Отдают преимущество вот именно красоте Японцам, да? Вот, да Поэтому очень обидно было Особенно, когда Федя наш Во втором круге вышел с японцем В первое время отдали ничью Дополнительные две минуты И во втором времени уже отдали японцу Хотя там очень спорное решение На мой взгляд Ну, так Были ситуации, когда японцы проигрывали Но проигрывали именно Когда их нокаутировали Нокдаун, нокаут Там уже безоговорочная победа И тут результат сам за себя уже Как Федор воспринял вот такой Расстроился Он был настроен на то, что как бы Выйти до конца Настроен был очень сильно И парень этот с Японии Он занял первое место Прошел вот что, говорю Не повезло, как Аслан сказал С сеткой боев Он вышел во втором круге же с японцем Вот этот парень стал Не только первым Он еще и получил Особый приз За лучшую технику То есть в своей возрастной номинации Он стал первым Еще и вот спецприз получил Естественно Если бы, может быть, сетка Как-то по-другому была И по-другому, может, что-то и было Может быть, если бы они и встретились тоже Но чуть попозже Да, да, да Может быть, он был бы Поэтому элемент удачи в нашем спорте И в любом виде спорта, мне кажется Все равно должен Он присутствует И вот так вот Аслан, так все-таки Твой высокий результат Это удача Или работа над ошибками? Это Ну, удача, да Удача присутствует Удача тут присутствует, да Но в основном Это работа над ошибками Это наши тренера У нас, получается, вот Любина Диновна И Артем Николаевич Силин Я их считаю Ну, и остальные наши Друзья, которые занимаются каратэ Считают лучшими тренерами во вселенной Но Артем Николаевич Силин Считает, что Они, ну Вот эта пара тренеров На втором месте После Сергея, да Котвицкого Это тренер Питерский тренер По каратэ, да Строгие тренеры Сколько приходится заниматься Раз в неделю Чтобы вот дойти до такого результата? Ну Мы сборники У нас отдельная группа Старших Мы тренируемся Шесть раз в неделю Это по сколько часов в день? Ну, каждый день Там по два часа Грубо говоря Там в понедельник Среда, пятница У нас в основном каратэ Вторник, четверг, суббота Наши нелюбимые Работа с железом Работа с железом Тренажерный зал Это обязательная составляющая Потому что Нет работы силовой Не будет результата В плане силы Силовой выносливости Поэтому Мы в своей работе Сочетаем вот эти два метода И Начал приносить результаты Как только вот мы начали работать с железом Подключили тренажерный зал Сразу Вы говорите Как только начали Это когда вы начали? С 14 лет Мы их Детей берем С 14 лет И уже Начинаем приобщать К работе с железом Потому что Это уже надо Но в принципе Раньше-то они не будут заниматься Нет Раньше нет С 14 лет Аслан, два тренера Один тренер это мама И женщина Второй тренер мужчина Кто строже И как-то они по-разному Вот в своей работе На что-то обращают внимание Ну Можно сказать по-разному Можно сказать нет Но кто строже? Ну если сенсей Разозлить То тут уже понятно Кто строже Тут уже мама Наверное тоже Включается Да Ну Артем Николаевич В основном Не такой строгий Но если ты там Накосячил чуть-чуть То может быть Но не такой строгий Как сенсей Сенсей? Да Вот так называют? Да С самого детства Ну раньше сэмпай был Растем Да Растете? Два представителя нашего города Федора и Аслан В составе сборной России Как удалось добиться Вот такого результата Чтобы войти в сборную? Результаты За какой период учитывается? Какие результаты? За календарный год Мы ездили на соревнования На первенство России Федя стал первым Аслан вторым И вот два Первые и вторые места Они входят в состав сборной России Автоматически И уже Когда Было известно Что будут соревнования В Болгарии Первенство мира Наши спортсмены Вошли как основные Аслан Первым номером был В этой категории То есть Категория какая? До 55 16-17 лет Его первым номером Туда включили И Федя Федя второй номер В России В категории до 50 Он выступал 14-15 лет С Ямала Кто-то еще участвовал? Нет Больше никто Еще хотелось бы сказать Что вот первенство мира Которое было В Болгарии сейчас Это не просто У нас По какой-то федерации Это все Все федерации Объединились И лучшие из лучших Соревновались Вот именно На этом первенстве Различных федераций У нас Есть ИКО КАН ШИН ИФК То есть У каждой федерации Российской Свои лучшие спортсмены И вот эти вот Лучшие спортсмены Попали в сборную И все поехали И вот на первенстве Миров Уже решалось Кто Кто лучше Кто лучше Альбина Много уже Перенств И чемпионатов Позади Но вот именно С этого Чемпионата мира В Болгарии Что-то Привезли Привезете Вот может быть Свою тренерскую работу Что-то отметили Для себя Подметили Конечно Каждое соревнование Что-то такое Приходит Новый взгляд На подготовку Но Эти соревнования Показали только то Что мы правильно Двигаемся В том русле Котором мы двигались И надо продолжать Заниматься Именно в этом Направлении То есть Над чем мы работали Все это правильно Если это дает результат То это все правильно Результат Мне кажется Он есть Есть у вас ребята Которые уже подрастают У которых вы Уже планируете Что вот они В следующем году Там или в ближайшее время Конечно Конечно У нас очень сильные ребята Которые В этом Году будет 2019 Первенство России В мае Мы повезем туда Ребятишек наших Чтобы они Смогли попасть Также В состав сборной И представлять Нашу страну Уже На таких же соревнованиях И Есть такие спортсмены На которых мы рассчитываем В этом сезоне Если говорить В целом О результатах Сборной России Вот на Чемпионате мира Результат Первое место Командная наша Россия Забрала Забрала огромный кубок Совместно Мы очень рады Что и наша капля Там есть в этом море Из 32 категорий Которые были На первенстве мира У нас 19 золотых 8 серебряных И 20 бронзовых То есть 8 спортсменов Чуть-чуть Остались В шаге От золота Это очень много Наших забрало Россияне Всегда Вот такие Такую богатую урожай Привозят Всегда Всегда Наши стараются Возить самых лучших Потому что Не везут Есть страны Которые только Начали развиваться Кикусинка Или развиты Очень слабо Бывают такие Странные Поэтому Россия Она давно На этом Пути уже И хорошо Работают Наши Очень сильные Тренеры И спортсмены А Слава Своих соперников Ты кого-то уже знал Может быть заочно Заочно Остерегался Ну там Вот с этим Лучше не встречаться Да никого Он всех рассматривал В книжке Да Нам выдали книгу Такая толстая книга Где каждый Твой соперник В твоей категории Фотографии Да Фотографии Его результаты И мы изучили Перед тем Как выйти На поединки Мы смотрели Ну просто для интереса Даже кто это Что это И кем Ну первое впечатление Из книжки Оно в итоге Оказалось правильным Или нет Ну казалось Что вот этот вот Серьезный Ну да Там вот Казах Например С которым он За выход В финал Да Тоже серьезный Соперник оказался Да Ну-ка расскажи Чем он был серьезен Серьезен тем Что он был нацелен На Ну на оценку На победу Он был заряжен Да Он просто косил Своих противников Предыдущих Мы когда наблюдали Его бой Там видели Или как он Ложил их буквально Ложил Он был сверху В сетке Первый бой у него был С украинцем Он его положил На Япон Ну на кого Чистая победа Да Второй бой у него был С испанцем Того он тоже Положил С тобой был какой по счету Третий Третий Да у него третий Положить тебя не получилось У него был четвертый Да А у него был третий У меня получается Первый бой был Привидение Привидение с иранцем Второй бой у него Был с армяном Ну представитель Из Армении Армении Да На третий бой я выходил уже С белорусом Ну с белорусом Там выбор был Либо белорус Либо британец Вот они там соревновались В итоге Еле победил белорус Я на него вышел Победил его тоже На На Япон На Япон Вот Ну и в полуфинале Я выхожу Ну на следующий день У нас первый день Отборочные Отборочные были До полуфиналов Вот получается Белорусы я прошел Я уже гарантированно Был в тройке То есть у меня уже Медаль там кубок Все дела Но На следующий день Ну мне не понравилось Что в два дня Соревнования были На следующий день Полуфиналы И финалы были Не понравилось то Что растянуто так Что ли Тебе хотелось Все сразу Все сразу Да Чтобы Вот отодрался И все Отдых И спокойно А так еще надо целую ночь Еще полдня Ждать Ночью думаешь Уже не можешь уснуть Где-то минут 40 Особенно еще Посмотрев Как этот товарищ Там валил Одного Второго Да Сразу я увидел Что он нацелен На пробитие В основном По корпусу Ну я сам уже Начал Мысли наводить Что нужно Защищаться Вот Сенсей Тоже мне говорила Артем Николаевич Даже дядя Марат Дядя Марат Это мой дядя Тоже ездил В качестве Нет Он звонил А по телефону Да Сидел Там был онлайн эфир Прямой эфир Да Тоже разбирается Дядя Марат Да Он очень переживал Соревнования Проходили Вот с трансляцией Смотрела бабушка Смотрел Дядя Короче Вся родня Два дня Спокойно Не жила Дядя сразу Дал наставление Что я его сделаю Казаха этого Потому что я лучше Ну и в основном С казахами Я много раз участвовал Он уже два раза Был победителем Кубка СНГ И два раза Это проводили Именно в Казахстане Да И я сказала ему Что Ты уже работал с ними Знаешь как с ними работать Они очень упертые Очень хорошие Спортсмены из Казахстана Очень сильные Они вот Как наши Такого же уровня То есть наставление Было такое Работать Ты уже с ними работал Они тебя знают Они тебя знают Ты их тоже знаешь Поэтому давай Иди трудись Да Еще Сенсей говорила Когда она Ну увидела Как этот Казах работает Она сказала Что Этот Казах Очень похож на нас В плане Манере боя Как будто у нас Тренируется Да Вот так вот Да То есть вы увидели Какие-то вот Да-да У них такие же Как бы Наработки Которыми мы работаем С ним Но в итоге Что помогло-то тебе Усмирить Усмирить Его Работал первым номером Работал, да То есть Так поставил бой Что тому приходилось Обороняться Я правильно? Да Ну там мне давали Наставление защищаться Там Соблюдать отрезки Во время боя Ну там Не выкладываться В первом времени Но я Когда вышел на бой Это все Все забыл Все забыл И пошел драться Рубиться с казахом Вот Но этот казах Был очень упертый Не давал Не давался пробиться Во втором времени Мне дали победу Стояла Переживала Думаю Все Сейчас у него батарея сядет Это В таком темпе Работать две минуты Потом еще две минуты Но вот Функциональная подготовка Все равно у нас Была получше И посвежее Выглядела Самое Что я боялась Что его не хватит На все четыре минуты Именно сил Да Каково это Вот стоять Не просто тренеру Но еще и маме Смотреть Первый день Первый день Было очень спокойно Как никогда Потому что Мне приснился сон Это бывает редко Как будто я проспала Его все поединки И он мне говорит Давай еще завтра Мой полуфинал И финал проспи Я когда проснулась Ну все Значит полуфинал И финал Он точно выйдет Вече получается Такой сон Да Потому что у нас У нас уже было такое Когда мы приехали В Казахстан На соревнования Он еще маленьким Был выступал Мне сон приснился Что он пропустил В голову Маваш Удар ногой Я ему говорю Аслан держи руки И он пропускает Именно Маваш Этот удар Как бы вещи Был сон Я уже точно знала Что он пропустит И вот такая вот ситуация И в этот раз Я говорю Все Все нормально Будет Дерись и все Ты будешь в полуфинале Завтра Вот так вот Но вот этот сложный бой Полуфинальный В полуфинале Настроился нормально Когда Баймуратов Настраивается Там уже можно Это Ему очень тяжело Настроиться Все почему Потому что у нас нет В городе Спортивного психолога Должен быть еще Спортивный психолог Должен конечно Во всех Сборных Сборных есть Даже свой врач Который ездит На соревнованиях Со своей командой Свой психолог А тут приходится И тренерам И психологам Как бы вот Все равно Вот это вот Тяжело настроить Каждый по-своему Подходит к соревнованиям Кому-то сразу дается Кого-то надо долго настраивать Вон там В сборной России Вот был психолог? Нет Нет Это слишком Наверное дорого Для этого Удовольствие Вывозить еще Психолога на мир Но врач свой был Вроде да Но сердце-то Сжимается у вас? Конечно сжимается Мне кажется У каждого тренера Сжимается Я знаю таких тренеров Которые Боятся даже просто Смотреть наверное Смотреть да На выступления Своих спортсменов Вообще очень боятся Потому что Как бы переживают Ну а радость От Серебряного кубка Больше как мама Или как тренер Распутывать Не знаю Это все Два в одном Потому что мы очень долго К этому шли Не делится Аслан Кубок взял Норматив на мастера спорта Выполнил Выполнил Что дальше? Дальше Дальше нужно уже По мужикам двигаться Это Мужчины Ну получается Я буду Новая категория Новая категория Без накладок Без защиты Там уже все серьезнее Да Уму сейчас вот 17 Он последний сезон Отрабатывает в этой категории И потом уже выпускаем 18 плюс Это очень тяжело Туда входить Потому что Молодые еще Горячие Там уже более опытные Матерые такие Спортсмены есть И тяжело конечно Входить в это Поэтапно У нас уже есть Спортсмен Который перешел Уже успешно Начал выступать Уже на Янау Первым стал Вадим Кузьма Вот Сейчас вот Аслан потянется Но дело в том Что он уже На 5 лет покинет Город Будет поступать Куда кстати Будешь Продолжишь свой Спортивный путь Да В Екатеринбурге На кого На тренера Кого еще Все связали Свою жизнь Семейная у вас Да Это будет Семейная традиция Работать Тоже тренером И сейчас Я ему сказала Это у тебя Только начало Потому что дальше Я надеюсь Что он по мужикам Будет тоже выступать И дойдет До золота На мире Ну вот если Собираются В Екатеринбург Поступать Вы уже узнавали Уже знаете Кто там Что там Куда уже Уже все Мы уже заблаговременно Уже договорились И знаем Где он будет Заниматься У кого будет заниматься Там очень сильная школа Есть Куда мы хотим Его отдать Будет работать там Результат будет Приносить Екатеринбургу Пока Пять лет Ну ничего А потом вернется Вернется Я и говорю С багажом новых знаний Подсмотрит Что-то у них нового Даст нам Нашим детям Вот кстати Да Тоже польза своя Посмотрит Как они там И что там Казачок засланный Да Вообще Екатеринбург Вот вы когда видите На первенствах России Очень сильная школа Сильная школа Очень У нас в России Вот славятся Свои школы Это Екатеринбург Пермь Питер Ну и Москва Города такие Как бы очень серьезного уровня Новосибирск Еще так тоже Туда подтягивается Не первый же чемпион у вас Нет Такого уровня Расскажите Сколько еще было У меня была девочка Амарова Изольда Она была победительниц Соперенства Европы Анатолия Попасть в сбор Готовится Готовится мы Начинаем летом В лагере Сезон А это уже Подводящие Такие соревнования В принципе отдыхать Некогда Некогда Я еще раз Вас поздравляю С таким большим достижением Желаю вам других Спортивных побед Не останавливаться На достигнутом И напоминаю Что наша студия Открыта для всех Если у вас есть Интересная тема Для разговора Мы готовы ее обсудить